Информационно-аналитический канал Джахандар Ага представляет Ровно 35 лет назад, начиная с 13 февраля 1988 года, в тогдашнем Степанакерте начались первые митинги армян. Они потребовали от центральной власти передачи Армении тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области, входившей в состав Азербайджана. Последовавшие за этим трагические события, обернувшиеся оккупацией азербайджанских земель, стали своего рода апогеем армянского проекта. Территориальные приобретения при всех поправках на международное непризнание беспрецедентны для армянской истории. Такой подарок был бы невозможен без изначальной отмашки советского руководства. Армяне еще с 1920-х годов принялись с разной степенью успеха энергично окучивать советских лидеров, начиная с интриг в Кавбюро в Кавказском регионе и заканчивая описываемыми событиями конца 80-х годов. Так в конце 40-х годов Сталин, согласно армянскому нарративу, подарил Карабах азербайджанцам, инициировав для размещения армянских репатриантов с Ближнего Востока депортацию свыше 100 тысяч азербайджанцев из Армении. А вот Хрущев был менее благосклонен к чаяниям армянского народа. На предложение председателя Верховного Совета СССР Микояна в начале 1964 года присоединить Карабах к Армении, он не без раздражения сказал, «Я готов предоставить 12 тысяч военных грузовиков для переселения армян Карабаха в Армению в течение одних суток». Приход же в СССР к власти либералов во главе с Горбачевым, а в последующем Ельцина стал для мирового армянства зеленым светом и благоприятным фоном для реализации проекта «Миацун». Карабах был оккупирован. Совершив это преступление, Армения откусила кусок, который не смогла проглотить. На фоне усиливающегося нефтяным фактором Азербайджана и непримиримой позиции Турции, она практически исключила себя из всех региональных инфраструктурных проектов, отдав свою экономику на откуп российским государственным компаниям. Стало общим местом удивляться, как армяне променяли Баку на Карабах, потерпев таким образом дополнительное экономическое и политическое фиаско. Армянская община Баку занимала высокое положение в иерархии Азербайджана. Ее члены находились на видных должностях, в партийных и государственных органах, в научных учреждениях, на производстве. С исходом из азербайджанских городов и сел, армянство потеряло этот громадный социальный и финансовый капитал. Сами армяне используют этот факт как доказательство своей любви и привязанности к Карабаху и неподкупности в вопросах национальной чести. Звучит красиво, однако тут требуется серьезное уточнение. Дело в том, что этот выбор не был определен армянами заранее. В действительности, в конце 80-х годов прошлого века армяне пребывали в полной уверенности, что у них все получится, что возможно будет и Карабах взять, и Баку для себя сохранить. Они реально думали, что все обойдется. Но армяне недооценили не только азербайджанцев, которые уже не смогли бы, как раньше, делить с ними хлеб и подвергли бы их обструкции. Но и союзный центр, которого тоже невыгодно было резкое усиление армянства на Кавказе. Гнев толпы беженцев из Армении был искусно использован спецслужбами Советского Союза для организации известных событий в Сунгаите, а без малого через два года в Баку. В этом году произошел исход армян из столичного региона. Примечательно, что большей частью не в Армению, а в Россию, Украину и другие республики. Подобная неспособность просчитывать шаги наперед рано или поздно должна была привести армян к катастрофе 2020 года, в которой по старой привычке они стали обвинять кого угодно, но только не себя. Сколько бы армянские интеллектуалы не били себя в грудь, уверяя, что все было не напрасно, в армянском обществе так или иначе возникает мысль, что последние 35 лет их жизни и истории выброшено на помойку. Чтобы успокоить армян, заверим их, что это только частично так. Ситуацию можно исправить, правильно оценив минувшие 35 лет и вынеси из них урок. Главный урок, который должна извлечь эта нация, что армяне никогда и ни для кого не были стратегическим партнером. Ими всегда пользовались для решения своих задач, и чем глобальнее была задача, тем большим страданием подвергался сам армянский народ. Выход из этого тупика, несомненно, парадоксален для армянского сознания, мир и дальнейшая интеграция с Азербайджаном и Турцией. Но не для того старались зарубежные эмиссары в течение четырех последних столетий, чтобы армяне все так просто решили, сделав подобный выбор. Впрочем, нельзя сказать, что армяне совсем ничего не поняли. Революция против карабахского клана, случившаяся в 2018 году, ровно через 30 лет после требований Мияцума, где-то в глубинах подсознания общества, была бунтом против карабахской повестки. Пашинян же – возможный шанс для Армении войти в новую эру без балласта сверхидей о национальной исключительности. Возможный потому, что Пашинян – феномен двойственный. Будучи упрямым и упертым, он не обладает соответствующей волей в чистом смысле этого слова. Пашинян – пленник двух гордынь – большой и маленькой. Большая гордыня диктует подписать мир с Азербайджаном и войти в историю. Но не исключено ценой карьеры, а может и жизни. Это логика его судьбы. Точно так же, как Скорпион должен жалить, Пашинян должен подписать мир. Сделав это, он исполнит свою судьбу. Но проблема в том, что он требует от судьбы гарантий. Он хочет стать армянским анвар-садатом, но при этом не быть убитым. Он желает остаться в истории и остаться в живых. И тут вступает в игру маленькая гордыня, которая шепчет. Потяни время и останься у власти как можно дольше. Но сколько еще можно тянуть? Отрезанная от малейшего шанса на влияние в Карабахе, Армения застыла в ожидании десанта французских жандармов и прочих евролазутчиков. В это же время из Кремля доносятся сигналы с намеками на угрозу потери государственности. Сток воды в армянской воронке принимает необратимую скорость. И самая большая трагедия может произойти, если армянский лидер будет устранен, так и не подписав мира, так и не исполнив своей судьбы. А потом не говорите, что мы вас не предупреждали. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и прокомментируйте.